йоу народ всем привет мерзкая погода сегодня вообще не покатаешь еду очень медленно смотрите сколько набралось говно это я еще ехал очень медленно так чтобы не запачкаться и быть чистым что сегодня пункт назначения магазин велосклад я набрал кучу запчастей новых у меня в портфеле сейчас везу их устанавливать обычно такие обновочки ставлю весной но это захотелось перед новым годом все поставить все равно катать я наверно не буду покрышки слики сейчас зима скользко будет но все равно поеду поставлю переобуюсь так сказать еще новый тормоз вернее новый ротор на 160 миллиметров хочу перейти попробовать как будет нужно 140 не так тормозит когда я вовремя обратно так сейчас надо почистить велосипед потому я пока доехал все в грязи снимать вот это все вычистить и будем ставить новенькие детальки я вот купил их покрышки continental speed king 420 грамм общего итог у меня передние 540 задние 570 590 что такое то есть максимальный лайк также новые педали darkmour candy про новенькие грипсы от армур байк украинский производитель в этом году раскоширился на тубулит это с туба максимальный лайк 42 грамма у меня max ultra light на которых я постоянно катаю они весят 126 122 грамма не помню сколько точно а здесь 42 грамма конечно посмотрим как она себя покажет ненадежная фигня но взял побаловаться 42 грамма ну лапочки делать а сейчас распакую посмотрите там внутри идет все в комплекте взял адаптер вот 160 и ротор один данный ротор вот тот ашима и 2 и флиппера до так сколько там с меня 800 800 гривен я погнал спасибо так взял титановые болтики в этот адаптер новый ротор ашима 160 миллиметров а и 2 это новая версия вот этого вот ротора ашимы ultra light здесь кстати 140 ротор весит 68 грамм вот этот ротор 140 миллиметров весит 68 грамм здесь 160 миллиметров и вес 66 грамм прикиньте 160 миллиметров и взял новые флиппера шваль бы эти вот камеры очень нежные поэтому взял новенькие в общем это вот все будем ставить сегодня на этот вечер вот сегодня веломеханика трафик будет помогать мне это концентрат да более-менее все протер покрышки ничего не вытирал сейчас снимаю нафиг так что вот так вот от грязи пока доехал сюда все грязно было все попротирал сможет теперь будет ставить и сейчас мы взвесим велосипед у нас есть весы здесь мы узнаем сколько я на всем этом скинул веса потому что это все очень лайтовая вот это все тяжелое но это все тяжелое но надежная а лайт не надежный но побаловаться можно сейчас попробуем взвесим и посмотрим результат сколько я скину и стоит ли это своих денег потому что камеры тубулиты и покрышки и вот это все ну блин можно airpods пробовал купить на эти деньги новый взял как всегда это херню чтобы кататься на байке ничего себе так высоко взвесить вельчик а ты сидушку с не хочу пускать ну да я поднял сидушку ты так ехал кросс-кантри режим все по нулям ну пробуем 14 не верю должно быть ровно 11 блин 1104 эти алюминиевые гаечки легче чем титановые тоже скинул вес так неплохо блин кстати моя разработка иначе она не стоит по-другому самое обидно то что с тубулитами теперь придется попрощаться вот с такой вот красотой можно конечно на переходник и и вставить но на просто она не подойдет так что будет без него так еще плюс скидываю вес ну дай померю она подходит бы я брал 22 миллиметра при на передней стоит отлично но вот на задней там 23 миллиметра ширина здесь классно стоит старый дарт муровский уже видите здесь аж по прогинала что только не стали видно все-таки не рискнул и все-таки дорогие табулиты поэтому взял новенькие швальбы это полуретановые не она очень плотно и но не продавит а здесь это такой материал он продавливает его фигня выгорела втулка на солнце столько лет кстати офигенная втулка тернер был как это алиэкспрессная втулка но сколько и уже лет на промо просто крутится в идеале просто кайф и очень легкий вес у нее кстати ярик 2 еще проверим сколько весит это вот покрышка без камеры у нас есть весы без камеры давай 500 грамм покрышка 500 она покажи не верю прикиньте вот сколько вот она стерлась шипы боковые есть еще более-менее очень долго держалась из-за вот этих вот приколов здесь очень качественная покрышка 500 грамм вообще лайток еще взвесим вот этого кабана интересно сколько весит но это не кевлар 585 грамм то есть разница с макси с айкон всего лишь 45 грамм а прочности хоть отбавляй покрышка не вылезет свободно можно спокойно перекручивать трехи она надежнее крышка классно если бы еще найти такую кевларовую версию вообще кастрюль нас два тебе на снимай бери и давай взвесим спидкинг сколько она весит 420 грамм в чем прикол пасы наезд а ну еще раз не верю я внуляю уже 435 они 420 до весы надежны как я сказал приду можно верить все 420 глюк весов или просто слышали на сейчас поставим новенькие флиппера как они встанут только у меня когда-то стояли швальбовские флиппера давно еще на пермбайке просто топчик не знаю зачем их ушел до 1 миллиметр но вот это растяжка конечно все поставил топовые флиппера и такой довольный и не обязательно табулит если кто даже поменяют то не буду пробиваться потому что здесь полуретановый этот флиппер хорошо держит так распаковываем идет вот такой вот упаковочке она так это два ключа закручиваем идет вот так вот такой бумажкой с инструкцией с ниппелем который вкручивается здесь обычная престо и вот этот ниппель вкручивается сюда и вот этим вот ключиком сюда вставляем и мы как бы здесь дотягиваем кстати с инструкцией вот такая камера а инструкция она на всех языках процесс установки флиппер надо чтоб по центру был а ее прежде чем вставить надо накачать на 0,5 бар так что она выровнялась чтоб ее нигде не закусило то есть сначала подкачать ее чуть-чуть и тогда вставить так чтобы ровно престо стояло нигде не закусило то что ты ее докручиваешь не до конца получается тут разрезку и то есть она не плотно сядет она будет здесь чуть с зазорчиком а я думала будет вплотную здесь пробуем вкрутить на сухую можно смазку шить все правильно ключ надо я руками уже не дотяну попробуем а да все-таки ключом дотянуть надо руками не выйдет так ну все в принципе такой зазор каких инструкций такой картон очка идея еще раз идет инструкция так камеру пока отложу за инструкция у нас такая в принципе то самое накачать на 0,5 бар кстати вот эта с туба здесь пишут в инструкции она не разрешено ее ставить если у вас ободные тормоза только для дисковых тормозов очень кстати прикольно интересно вот донат юс визе брейкс она петра же сейчас мы на чаем по ходу вообще будет прозрачные ну и то вы вастрей семьи попробуем если вот с этой вот что вы скопачком вас медицей пару грамм даже может показать 35 а так 42 пишет 35 грамм круче весы на пару грамм обману короче или она так и давайте покажем камеру я еще взял к этим камерам латки потому что эти камеры можно вклеить только специальными латками вот такими тубуриты типа обычные резиновые с вами подойдут в принципе можно из какого-то похожего материала найти и вырезать не обязательно покупать латки недорого стоит 120 гривен так смотри что идет в комплекте цемен компласт тубулитовский специальный made in germany ни хрена себе кстати производитель австрия тубулиты клей так идет у нас вот сами латки это 10 штук а походу они со старых камер вырезали потому что среди вот видите типа черточки не походу старых камер повырезали сделали латки то есть идут пару таких вот идет круглый поменьше и идут в комплекте это как стекло клейте типа важные салфетки из изопропиловым спиртом так что протереть когда будет прокол надо будет обезжирить обезжирить да так сказал и клеем вклеил там определенное время надо подождать есть видеоинструкция кстати очень удобно здесь вот показывает как она работает накачать клей вот этой салфеткой протереть клей 4 1 минуту высыхает при прикладываем и 30 минут надо подождать все она засохла и кстати для таких умников которые не понимают здесь есть qr-код который приведет нас на сайт табулит а перейти на сайт что мне пушки тупой пуша инструкции он есть видос как клеить вообще так продумано все классно перешел посмотрел видос если ты просто максимально тупой как я и не шаришь берешь переходишь и клеишь мне это бы помогло и когда она взорвется или еще что-то можно ее порезать на ладки купить еще одну такую например не с туба а просто если клей закончится клей закончится за еще раз таблица покупать не знаю и взять себе просто туба на 80 грамм это 42 супер супер light это 80 да и сколько на 78 78 грамм что тогда будем ставить пробовать надо пробуем у меня кстати стоит под шредер здесь не будет ли она болтаться ну не очень такое на большое смотрим опытный я не знаю первый раз ставлю то что ставим покрышку накачиваем и там еще надо ротор поставить поставить ротор поменять здесь адаптер куча работы здесь было видно видите вплотную не пили к этому а здесь нет дальше не идет и вопрос где будет спускать травить так надо или нет потому что инструкции написалось так здесь было расстояние а здесь легко очень затянулась почти без ключа здесь тяжеловато и дальше не идет здесь плотную ну блин посмотрим еще кстати ярик предложил нам на на время кто первый оденет покрышки с камерами на вот я беру передние или он задние наоборот и посмотрим кто первый только блин есть не спеши и не повреди мне камеру окей за спешкой где-то сейчас проткнет блин и все знаю но будем бортировками по-любому давай давай типа изначально не мы будем стоят не камеры подкачаем ну давай типа это все равно и так и так минус время ну давай подкачивать чуть-чуть на форму приняла как детский шарик когда клоун ребенку детской знаешь зверюшку из нее делает то самое с тубом табе 26 кстати стык здесь какой-то не очень к блин ровненький просто приклеили с ним даже не попали стык ровно качество и все на навес общего и ток да просто какие-то шарики знаешь как там джонс типа сравнивать кинг рик и эти титановые среду вам так тут типа тоже там взять сквозь изоленты типа на лес так и сразу на счет три раз два три я река вырывается в порядке я река преимущества он сидит а я стою мне так неудобно и мало здесь мне я не могу тут нет смысла спорить кто переехала на баркировку он берет камеру ровно поставил у нас только это уже без баркировок у тебя просто оба другого тебя легче идет чем у меня не осталось накачать ток представляешь вернулся в прят тут оказалось и короче нет смысла ночи я прямо побегу не осталось просто накачать я реку до сих пор может то все я реки проиграл можно спешить все ты проигранный дай вид это звучок такой да сколько качаем атмосферу на улице холодно так это передние т4 давай сейчас мы снимем этот поменяем ротор новенький ашима еще кстати надо будет поменять на титановые болты в ротор там разница небольшая там что я выиграю грамм 5 сколько на блин на каждом грамме в каждой детальке потом она неплохо так скинется вес понятно если у вас тяжелый велик и вы просто купите какой-то лайток там скинете 23 грамма но роли не сыграет но если вы постоянно с каждой детали со всего байка там 5 там 7 там 30 в итоге очень неплохой результат выходит успаковочка ротора ашима и 2 это уже более лайтовая версия предыдущей модели постаре это новее видите-ка разница болтики на ротор кстати болтики 12 грамм здесь вот эти весят такие вот по стилю интересно не легче чем те золотые ашима они одинаковые а ну навес одинаково она одинаковый если не ротор был только такой цвет блин вообще легкий кайфовый толстый кстати ашима это нормальная фирма оказалось ну что я раньше думал это какой-то бичевая фирма зашелкнул на сайте по не делают легкие роторы вообще максимально легкие но они для cross-country all-mountain вот такое то есть для дыха их использовать нет но для dirt street park остановиться вообще так с головой хватит если не цвет вообще никуда может быть кстати потом снять она его видно не будет и органику колодки попробую пока поставить они не шумят не скрипят но тормозят чуть хуже металлические хватает лучше но со временем начинают пищать типа надо наждаком их протереть пока будет органик оригинальная видовская а кстати я еще забыл я еще купил себе новенький калипер эвит bb7 road sl то есть super light на титане то есть здесь все титановые болтики то есть вообще максимальный жир как у брендана самонюка эмиля общение вот юзают такие вот калипера фокусируйся вот это будет титан у нас и теперь еще и сверху я поставлю вот сюда вот в адаптер вот мне есть два титановых болтика надеюсь подлиннее не дойдут будет все на титане и о-моё вот это стиль просто на золотых вот этих болтиках а и 2 блин сок физику здесь длинный болтер стальной а там 18 миллиметров титановый блин я столько веса скину на этих болтах блин дома забылся медную смазку я уже титановый был с таким смажеткой смазка я думаю уже потом перемажем на титановый ой говорю на титан ну на титановые болтики медной смазки на выкинуть на титановых болтиках медная смазочка есть все серьезно даже стоят вот эти штучки стойки как она называется гравия гравия эти так что держал а здесь что-то нет это вот я меняю то есть вот это вот титан вот эта сталь разница да сколько я кис скидываю веса нож ощущается прямо здесь конкретно у нас сколько надо поставки стандартно болтов тех не хватит может не хватить сейчас будем мерить я не знаю надеюсь все хватит потому что их должно хватить так монстрбайк с ней прислал педали большое ему спасибо я поменяю так как мои уже стерлись ну и оськи чуть согнулись оно такое ощущается тоже когда беру кого-то его свет мне кажется что когда у них педали вот так вверх стоит тебя на самом деле это у меня так чуть вниз во время обновиться тупо мои любимые педали постоянно в них катаю на у тех старых откатал уже столько лет просто вам лав трясутся не прикипели педали я свою медную смазку не взял так это я правую лево право они я потом на медную кину от прикипал там сторону крутить а вот были веломеханик просто оказал лайфхак пацаны я в шоке сейчас бы ключом крутил смазку повыдавливала кстати здесь очень надо быть аккуратно хорошо затягивать то что некоторые бывают откручиваются и потом шатуны идут по одному месту резьба с этим шутить не надо так я потом дожму пока так снимается грипсы снимать 3 x стенды неудобно снял одну тону нафиг будем обновляться на новенький армур снимаем надо еще кстати будет врезать в эти очень длинные тут я всегда беру размер как у оди ведь насколько разница всегда обрезаю потому что тормозная ручка очень далеко и лучше у нас здесь я привык у так то что настояла не так в общем я привык на воде и поэтому я всегда себе обрезаю тросик я хотел сегодня еще перебрать этот тросик он уже ему столько лет этому одиссеевскому походу сегодня не успеем сколько там уже время 6 часов у нас магазин всем закрывается попчик новенький вот старый кстати можно сравнить износ очень классно к коди практически кто из города хмельницкого и у меня кстати вот бренды от них идут я ими не пользуюсь поэтому вы можете прийти на велосклад я оставлю вадиму можете забрать у него баренды кому надо приходите забирайте не берут они вверх со мной нужно цинь здесь тоже не ровно хотя здесь ножом отрезал на можно подправить тысяча стики хуже с роба все знают эту тему можно пить права то блин топовый срез посетите как ровненько нет идеально нет так кто-то сажает на масло посолнечное кто-то на водашку да но я с такой старовер я сажу просто на воду потому что мы сухую сейчас вряд ли оденем а может попробуем одеть да вон иди снега на улице набери так эту струной сюда на снег посади на снег? ну все пойдем ну все смотрите собрал эту пушку поменял свежие грипсы, покры, камеры, новый диск поставил сейчас пришло время это все взвесить Магаааа еще раз не верю W Man ну давай смотри последний раз взвешиваем и момент истины Тихо короче 10 и 6 килограмм 10 и 5 10 и 6 неплохо дажеamour 400 грамм на всем этом вот круто Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотрите какой взрослый ребенок За 2 доллара один спуск Блин, вот эта скорость, просто мясо Вы знаете почему я Юрьевич взял сырную шаурму за 30 Потому что мясо не ем Такая красота в общем получилась Вел катит просто мясо на этих покрышках Звук такой прикольный Вообще на новых педалях Зацеп топ, 160 ротор Хочу сказать, очень хорошо держит Жалко я не покатался толком, потому что погода Вообще не позволяет, моросит дождь Поэтому будет без катки Заехали на шаушку и все Не знаю, или получится даже покатать Потому что погода не радует Дожди, снег Будет походу видос такой, просто со сборочкой Блин, нормальная такая, да? За 30-ку сырная Блин, это топ